Сегодня лауреатов «Стал лучших товаров России» наградили сегодня в Якутске. Обладателями премии стали больше 10 номинований из республики. Ежегодно номинанты проходят три этапа отбора. Первый в муниципальных образованиях, далее республиканский, и затем победители выходят на российский конкурс. Тему продолжит Розалия Борисова. Все претенденты могут выставлять на конкурс несколько видов продукции, как отмечают организаторы, самые активные крупные компании. Индивидуальные предприниматели и малые предприятия стали выставлять свою продукцию лишь с недавнего времени. Мы работаем уже шестой год, и нынче в этом году мы решили номинироваться на премию «100 лучших товаров России», номинировали текстиль в национальном стиле, так это шторы, скатерти, это одежда в национальном стиле. В будущем мы планируем выпускать спецодежды, школьные формы, а также планируем увеличить объем продукции. Среди лауреатов есть и те, кто получает премию не в первый раз. Как признаются опытные участники, конкурс помогает держать марку. Ежегодно предприятия номинируют новые товары. Ежегодно мы какие-то продукты убираем с производства, какие-то наоборот, как новую линейку запускаем. Потому что продукт имеет свойство терять свою покупательскую способность в определенный период и, соответственно, требует замен. И также наш покупатель, он всегда требует что-то нового, что-то необычного. Стараемся постоянно обновляться в этой части. Премия вручается в стране на протяжении почти двух десятков лет. В прошлом году на федеральный этап были представлены больше двух тысяч товаров, и около тысячи из них стали лауреатами в разных номинациях. Все проходят сертификацию, проверяется качество продукции. Поэтому, во-первых, это гарантия качества, во-вторых, это положительный имидж. И в течение определенного периода времени они могут вот этот знак, который они получили, именно на своей продукции использовать. Вместе с победителями федерального этапа сегодня наградили лауреатов и дипломантов республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии». Среди победителей были как представители крупных и средних компаний, индивидуальные предприниматели, так и образовательные учреждения.